приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы очень часто в комментариях задают вопросы по поводу того какой шприц выбрать начинающему и это видео специально посвящено выбору шприца у интернет магазина аромат дерева я попросил мне прислать для обзора три разных шприца ну естественно здесь стоит наш шприц фирмы rauder как бы есть на этот шприц отдельный обзор поэтому сегодня мы его рассматривать не будем ссылку на обзор размещу в описании видео в принципе сплошные преимущества единственный недостаток этого шприца это как у всех вертикальных шприцов вот этот вот поворот в котором остается примерно 250 грамм фарша который надо потом оттуда извлекать и набивать отдельным маленьким шприцом в колбасу поэтому для маленьких ну вот для маленьких объемов если вы просто в домашних условиях делаете колбаски этот шприц не очень удобный если делаете конечно большими объемами то можно выбирать его а мы сейчас поговорим именно о домашних шприцах то есть каждый из этих шприцов сейчас мы распакуем посмотрим его устройство визуально попытаемся оценить преимущества и недостатки а после этого испытаем и так поехали как я уже сказал все шприцы предоставлены нам интернет магазином аромат дерева ссылку на каждый шприцов найдете в описании видео и также напоминаю что по промокоду канал даниила и ларисы вы можете получить скидку 5 процентов при покупке в этом интернет магазине первый шприц самый но заявляется он как польский но если честно откровенно китайский ну в то же время этот шприц является и самым популярным потому что он самый доступный по цене самый дешевый но есть у него несколько нюансов давайте их рассмотрим значит сам шприц изготовлен из алюминиевого сплава штуку здесь видим поршень и вот один из недостатков этого шприца поршень без уплотнителя недостаток несущественный но в то же время покажу в общем покажу в чем чем этот недостаток проявляется комплект 3 пластмассовые цепки разного диаметра так как мне оборудование все надо вернуть вы извините не буду ничего разрывать буду долго распаковывать мы будем использовать шприцы в самых сложных условиях будем набивать тоненькие сосисочки ну что сосиски наполнить сложнее всего ну для шприца сложнее всего вот таким вот образом собирается цепка с приемной частью что у нас здесь ручка которая как-то накручивается сюда наверное у меня был когда-то такой шприц на заре туманной юности там ручка по моему надевалась на шлиц здесь накручивается и контрагается с этим понятно тут даже есть ключик для того чтобы затянуть эту контрагайку теперь что касается крепления к столу есть здесь присоска работает она только на глянцевых поверхностях это я точно знаю и есть еще вот такая штука у меня такой штуки не было ага вот для нее значит выемка и можно шприц зафиксировать на поверхности если поверхность не глянцевая но тоже вот выем очка проверим сейчас как это работает потому что у нас клеенка естественно ничего на ней ничего на ней не будет присасываться собственно говоря мы его после заправим и будем набивать этим шприцом колбаску набивка происходит вот таким вот образом закручиваем винт и соответственно получаем фарш и так давайте рассматривать дальше следующий горизонтальный шприц от польского производителя ванесса объем заявлены здесь но друзья всегда надо понимать что польская это значит китайская брендированная в польше объем заявлены 3 килограмма не путайте килограммы с литрами там где заявлено 33 литра это значит туда поместится около полутора килограмм фарша это шприц имеет более серьезный вид здесь есть даже инструкция какая-то отлично тоже аккуратненько распакуем внутри не распаковывал даже не разбирал как-то должно должно что-то происходить он расфиксируется ручка для того чтобы закрепить ручку понадобится отверточка ручка крепится на квадрат вот таким вот образом и теперь для того чтобы шприц взвести в рабочее положение шиш такое что-то я делаю не так такой плотничковый плотничковый вот таким вот образом что-то поднимается для наполнения фаршем и друзья здесь есть поршень поршень с силиконовым уплотнителем и в поршне прорезаны отверстия но я думаю что они должны работать как обратный клапан но нет они не работают то есть по сути по сути здесь обратного клапана мы тоже не имеем поэтому это вот так тяжело было заводить давайте опять же таки три пластиковые цевки люди которые завязывают полиэтиленовые пакеты должны без очереди попадать в ад и естественное как и все нормальные мужики всегда эти пакеты разрываю или разрезаю но в данном случае мне надо все это сберечь шприцы после обзора вернуться к хозяину значит из преимуществ этого шприца как и все горизонтальных шприцы шприцев то что здесь в цепке останется минимум фарша просто минимум практически его после набивки не останется покажу потом когда мы будем уже готовить так это из какого-то капрончика сделано мягкого но не сломается точно достаточно такой плотный поршень я даже чё-то побаиваюсь не ну все нормально он просто очень плотный но это как бы в данном случае это плюс между корпусом шприца и поршнем эмульгированный фарш не будет продавливаться то есть хороший плотный уплотнитель ну и собственно говоря крепление к столу точно также крепится сейчас будем его тоже наполнять и набивать помощью этого шприца сосиски в общем и целом агрегат хороший из нормальной нержавеющей стали выполнен эта штука металлическая все оси металлические то есть никакого здесь никаких пластмассок нету но все достаточно металл здесь где-то 08 наверно здесь вообще как видите толстый в общем и целом все выглядит так достаточно пристойно не знаю насколько я хорошо его показываю сейчас единственный единственный момент то что очень этот поршень шприц пока не закреплен очень жесткий ну нет нормально он двигается достаточно одну плотно вот плотно это отлично то что эмульгированный фарш не будет не будет при тугой набивки вылезать из-под поршня так в общем и целом в общем и целом все хорошо будем его тоже сейчас испытывать 3 испытываемый наш пациент вертикальный колбасный шприц от того же польско-китайского производителя ванесса объем написано два с половиной килограмма это больше диаметром но короче чем это три килограмма написано это два с половиной но что-то мне кажется что они одинаковые но это друзья мы тоже проверим это мы тоже проверим по объему вот но во всем остальном они очень похожи отличается по большому счету эти агрегаты только вертикальный или горизонтальный здесь такая же история надо вначале как-то изловчиться все оттуда вытащить вот как они его туда засунули накрутить здесь реально побольше крутилка сама маховичок этот такие такой же набор целок или похожий собственно говоря как дальше надо было данью ночи а вот он разворачивается для набивки надо было мне для начала инструкцию прочитать по поводу поршня по поводу поршня значит тоже поршень с силиконовым уплотнителем ну ты не понимаешь здесь какая-то штука мне кажется здесь все-таки должен быть обратный клапан надо обратиться к инструкции инструкция ничего не пишет надо сюда попробовать подуть да получается вот в этой штуке обратный клапан есть но теперь интересен вопрос не будет ли этот обратный клапан забиваться фаршем шприц этот крепится вот таким вот образом к столу тут сразу же такая мощная цена цепки одеваются немножко по-другому одеваются с помощью проворота то есть вот так все зафиксировано и смотрите здесь как и у всех вертикальных шприцов поршень у нас дойдет до сих пор то есть все что в этой части останется это будет наш фарш который мы не сможем набить с помощью этого шприца поэтому ну вот это вот один из недостатков вертикальных шприцов в то же время ну все остальное для меня является преимуществом вот его рабочее положение тут даже эксцентрик отлично то есть эта штука снимается на вот такой вот прорези ставится назад и проворачивается после этого после этого шприц в рабочем состоянии тоже очень плотный уплотнитель силиконовый уплотнитель ну что как бы явный плюс ну что друзья давайте шприцы сейчас я как-то расположу на столе чтобы было видно все и мы будем используя все три шприца набивать одинаковые продукты посмотрим на плюсы и минусы естественно новые шприцы мы перед использованием хорошенько помыли я вам рекомендую помыть горячей водой с моющим средством а после этого отдать кипятком потому что могут быть какие-то технологические штрушки какие-то остатки масла и так далее и сразу же хочу рассказать о мойке шприцов проще всего мыть вот этот вот самый простой шприц он разбирается вообще на молекулы то есть он разбирается на запчасти на минимальные его мыть но самый простой второй по удобству мойки горизонтальный шприц здесь сама колба корпус шприца очень легко снимается вот таким вот образом сам поршень откручивается его только что открутил мы его помыли я его прикрутил назад и смотрите вот это вот отверстие деда действительно отверстие в болте она является обратным клапаном когда мы вытаскиваем поршень а в шприце осталось еще немножко фарша чтобы этот фарш не тянулся за поршнем остался в нижней части шприца этот клапан запускает во внутрь шприца воздух ну не знаю как бы будет он забиваться фаршем не будет вот так вот помойки это шприц занимает второе место потому что все вот так вот легко и просто собирается и шприц готов к использованию этот шприц помойки самый неудобный к сожалению вертикальный почему потому что вот эту вот всю конструкцию надо быть отдельно и вот это отдельно но здесь также можно открутить поршень но это уже не имеет смысл и итак друзья собираем все наполняем фаршем и приступим к приготовлению к набивке сосисок итак друзья оборудование я закрепил все держится очень устойчиво смотрите никаких люфтов нету ничего не люфтит по поводу наполнения шприцов естественно по наполнению самый удобный вертикальный то есть вот его развернул наполнил потом эту штуку подвел в нужное положение и начинаешь шприцевать по поводу горизонтального вот этого для того чтобы его наполнить надо открутить цепку сейчас объясню почему с цепкой понятно он упрется вот таким вот образом откручиваем цепку и наполняем тоже достаточно удобно как бы никаких нету потом он фиксируется как я показывал вот этим вот ключиком шприцем в рабочем состоянии самый неудобный это шприц его чтобы наполнить то есть его надо вначале открутить он таким вот образом наполнить держа в руках и после этого прикрутить опять-таки и приступить к шприцеванию это если вы работаете один если вы работаете вдвоем вот мы с ларисой на начальных этапах не заморачивались с этой струбциной я держал крутил лариса наполняла то есть так тоже можно по поводу обратного клапана хочу сказать что он здесь есть и он работает вот слышите как выходит воздух сейчас вот я фарш подпрессую в цепку фарш выходит из цепки начинаю подымать и клапан срабатывает ваш не затягивает назад ну здесь понятно здесь нет герметичности поршня поэтому здесь такого эффекта мы не ожидаем то же самое и горизонтальной горизонтальном шприце слышно как клапан протравливает воздух одеваем оболочки и будем прессовать и так начинаем с малыша с крупнозернистым фаршем я уже знаю этого малыша я знаю как он работает и в принципе с крупнозернистым фаршем он справляется достаточно хорошо да опять же такие у металлических цевок есть свое преимущество то что они более жесткие но и есть недостаток перед капроновыми капроновые церкви по ним черева особенно вот тоненькая которая надета плотничком скользить значительно лучше как видите шприц полностью справляется со своими обязанностями кстати держится он на этой скобе тоже достаточно хорошо то есть я его практически не держу чуть-чуть придерживаю крепление надежное потому что вот у нас был наш маленький шприц мы его подарили потом ларисыной сестре которая тоже стала колбасникой колбасницей так вот он был бы за той скобы он крепился тот только на липучке поэтому если будете покупать где-то в другом магазине следите чтобы вот был скрепежной скобой что это у нас на лице нормально охотничья колбаска набилась совершенно совершенно легко и непринужденно переходим ко второму пациенту а я тут еще фарш не подвел начинаю набивать ну и как бы вертикального шприца вот какой у него плюс то что здесь можно это делать самому одной рукой крутить и стягивать череву а другой рукой ну да одной рукой крутить маховичок а другой вот таким вот образом стягивать череву это естественно но одно из данного не подтягивается там воздух зашел одно из преимуществ вертикального шприца основных то есть горизонтальном вот так вот сделать значительно сложнее тоже крепление достаточно надежная шприц держится хорошо не приходится его сюда не приходится его придерживать дополнительно он тоже как видите справляется отлично друзья и третий наш пациент горизонтальный шприц всегда вот самое сложное это набивать тоненькие колбаски и шприцу тяжелее всего справляться и человеку который набивает и здесь тоже я могу в принципе одной рукой стягивать череву но не буду этого сейчас делать потому что очень тоненькая надо чувствовать видите на этом шприца тоже можно одной рукой стягивать череву и другой рукой крутить то есть можно работать одному с ним устойчиво он совершенно устойчив тут крепление вообще идеальное он даже не шевелится вот и конечно значительно проще набить колбасу диаметром оболочки там 45 50 миллиметров тоненькая всегда самое самое сложное ну шприц отлично справляется то есть все все шприцы со своей основной функции справляются одинаково хорошо я не могу сказать что какой-то лучше какой-то хуже все справляется хорошо а вот о нюансах после использования мы сейчас закончим выработаем весь фарш набьем все колбаски извлечем поршни и посмотрим что у нас поршнем что у нас над поршнем и что у нас под поршнем и так колбаска набита что мы имеем сухом остатке ну вот видим не вытягивает фарш значит клапанов отрабатывает обратите внимание ничего через поршень не просочилась про поршень очень плотный то есть никаких сверху совершенно сухой и что мы имеем теперь здесь у меня туда рука просто не пролезет чтобы достать показать вот смотрите друзья вот это вот вся часть у нас заполнена фаршем этот фарш в поршень дошел вот досюда и вот этот фарш который здесь никуда не делся сейчас надо туда залезть рукой достать этот фарш и через маленький добивочный шприц как-то переместить его в колбасу это стандартный недостаток всех вертикальных шприцов но здесь будет немного фарша я думаю грамм 50 70 не больше вот в нашем шприце получается там по 300 грамм большом теперь малыш наш малыш растет не по годам посмотрим что он покажет какой результат малыш значит извлекаем поршень и отсутствие обратного клапана дает о себе знать не вытаскивается ну как не вытаскивается а вытаскивается достаточно проблематично и вот что мы имеем поверху поршня да этот шприц самый бюджетный он самый дешевый и он идеальный принципе для начинающих колбасников но это крупнозернистый фарш и вот это вот та часть фарша которая продавилась сквозь поршень так как нет уплотнительного силикона также имеем вот здесь вот ну здесь значительно проще разобрать вымыть все это дело имеем вот здесь вот еще небольшую котлетку то есть небольшой остаточек и горизонтальный прибор тоже клапан обратно и отрабатывает фарш за собой не так нет не тянет поршень не подклинивает так фиксатор надо убрать ларис видно что поршень здесь сухой в кадре видите через поршень ничего не прошло поршень совершенно сухой и внутри что осталось то есть практически 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 ничего остался минимум то же что и в малыше ну вот так вот откручиваем вычищаем внутренность и друзья сейчас мы еще поработаем с этими шприцами сейчас я их почищу добью все в одну колбасу и поработаем с этими шприцами еще с эмульгированным фаршем я покажу как они справляются с эмульгированным фаршем и так мы наполнили шприцы эмульгированным фаршем и в первую очередь это будет сосиски обычные советские сосиски и в первую очередь испытываем нашего малыша достаточно легко он справляется с эмульгированным фаршем как видите но вопрос вопрос здесь не в том как он справляется а в том что останется в шприце следующим наш вертикальный шприц я вот даже попробую показать как тут самостоятельно набивается как видите все достаточно достаточно просто происходит ну закончилась оболочка ну в общем понятно что он набивает набивает хорошо и можно это делать самому и горизонтальный шприц тоже с эмульгированным фаршем главный дегустатор уже в предвкушении дегустации тоже как видите я справляюсь здесь сам так лапы дегустатор хочет мне помочь справиться сосиски набиваю не плотно по той причине что их же надо перекручивать если вы будете задавать вопрос почему так не плотно набиваю они уплотняться когда их перекрутишь так лапы ну вот то же самое достаточно просто все делать самому набивать и сосиски и колбасы давайте друзья мы сейчас добьем остатки фарша и извлечем порши под поршни посмотрим в каком они состоянии что они пропустили не пропустили но в общем оценим итак друзья смотрим что мы имеем сухом остатке в первую очередь наш малыш которому сложнее всего работать с эмульгированным фаршем и сейчас я покажу вам по какой причине по той причине что здесь нету уплотнителя и как видите достаточно много фарша просочилась сквозь поршень этот парш фарш теперь надо добивать эмульгированный фарш это самая лучшая проверка для шприцов здесь сейчас покажу более крупным планом через обратный клапан продавилась совсем немножко фарша то есть ну в пределах нормы практически столько же у нас получается в нашем промышленном шприце то есть насколько здесь 23 грамма ну и соответственно вертикальном шприце то что я говорил уже остаток внизу и горизонтальный шприц что тут ну так же практически так же так и вертикальном как же вам показать то его она лариса вот через обратный клапан также продавилась мы буквально тут немножко больше грамм 10 фарша во всем остальном как видите сам поршень совершенно сухой то есть с эмульгированным фаршем шприцы с силиконовым уплотнителем справляется в разы лучше а теперь друзья мы разбираем полностью все моем и после этого я выскажу я свое мнение по поводу шприцов высказывать не буду то есть я не буду говорить какой лучше какой хуже а просто расскажу свое мнение о том какой шприц для каких условий более подходящий итак друзья давайте поговорим о недостатках и преимуществах этих шприцов но первое наименьший остаток фарша в горизонтальных шприцах второе на меньшее пропускание фарша через поршень вот в этих вот двух шприцах которые имеют силиконовый уплотнитель преимущество этого маленького шприца ну в первую очередь он хорошо работает с крупнозернистым фаршем с эмульгированным фаршем как вы видели много очень фарша из-за отсутствия уплотнения проходит через поршень и основное его преимущество то что маленький не занимает места на кухне особо то есть он складывается вот эта вот вся штука складывается вовнутрь и у вас остается вот этот вот цилиндр ну легко моется маленький ну и самое главное наверное его преимущество это цена поэтому если вы не делаете колбасу очень часто то есть если вы ее делаете редко или вы только начинающий колбасник и не готовы потратить какую-то существенную сумму на приобретение более дорогого шприца из нержавейки можно купить вот этот вот польско-китайский агрегат для того чтобы попробовать себя потом его можно продать или подарить там следующему на очереди колбаснику то есть в любом случае этот шприц для начинающих и для людей которые если вы раз в месяц будете делать какую-нибудь домашнюю колбаску или сервелатик то вам этот шприц вполне подойдет если вы будете более серьезно подходить к этому вопросу делать вареные колбасы делать сосиски то я бы конечно ну может быть на самое начало только вот этого малыша приобрел как сделали мы с Ларисой и действительно лет пять назад наша колбасная так сказать эпопея началась именно вот с такого вот малыша где-то года полтора пока мы не начали делать колбас много он нас отлично отработал но единственное что как бы работа с эмульгированными колбасами моется шприц хорошо трицепки капроновые остаток фарша минимальный это все его преимущества как бы тут еще есть скоба крепления в этом именно наборе ну легкий пищевой алюминий в общем в общем вот такой вот вот такой вот маленький шприц теперь давайте с более серьезными агрегатами я постараюсь постараюсь как бы максимально объективным быть и в том и в том агрегате в комплекте четыре цепки капроновые разного диаметра здесь цепка крепится без гайки то есть просто методом вот таких вот фиксаторов вставляется и проворачивается здесь крепится с гайкой что более надежно по остатку фарша горизонтальный шприц однозначно лучше в нем остаток фарша меньше по удобству обслуживания по удобству мойки мне тоже больше нравится горизонтальный шприц за счет того что в нем еще раз повторюсь вот эта вот штука легко снимается то есть не надо весь гармидр тащить в раковину а снял саму колбу и в принципе можно открутить кстати я ее откручивал не закрутил или это лариса откручивала можно открутить поршень и тоже помыть весь шприц мыть не надо в этом шприце основное преимущество то что очень удобно работать самому когда ты берешь одной рукой крутишь и другой рукой сдвигаешь с цепки колбасные ну колбасу уже готовую из недостатков здесь в первую очередь то что мыть вот только вот так вот дальше он не разбит ну его можно разобрать но это уже надо гаечные ключи то есть это серьезный подход из недостатков то что его достаточно сложно мыть и второй недостаток на мой взгляд самый главный всех вертикальных шприцов не только этого но всех вертикальных шприцов это то что в нижней части остается небольшое количество фарша поэтому если у вас есть помощник если вы делаете с супругой или с супругом колбасы то однозначно лучше выбирать горизонтальный шприц если вы делаете самостоятельно то есть у вас помощника нет то стоит на эти недостатки закрыть глаза потому что ну совершенно однозначно работать если работать одному то значительно удобнее с вертикальным шприцем оба шприца имеют надежное крепление как я уже показал крепится к столу намертво оба шприца имеют ну тут одинаковые поршни они просто разного диаметра поршень с силиконовым уплотнителем и оба шприца имеют обратный клапан для сравнивания воздуха то есть когда мы подаем шприц допустим наполнили его немножко объясню для тех кто не в теме наполнили наполовину вставляем поршень если не будет обратного клапана то вот этой сверху воздушной подушкой у нас начнет выдавливать фарш фарш заполнится ну фарш попадет в воздух и потом этот воздух у нас будет попадать в колбасу когда у нас есть обратный клапан мы продавливаем шприц воздух выходит сверху через обратный клапан и соответственно когда уже упирается поршень в фарш он начинает давить фарш то же самое когда нам надо вытащить поршень допустим мы набили часть колбасы у нас остался в цепке фарш и нам надо дозаправить шприц скажем так мы поршень поднимаем наверх обратный клапан отрабатывает и не высасывает у нас весь фарш из цепки у нас может быть надета колбаса поэтому наличие обратного клапана достаточно классная штука ну вот друзья как бы что еще хотел сказать эти объемы шприцов это не панацея как маленькие так и вот эти вот более серьезные шприцы они есть разных объемов вы можете зайти на сайт аромат дерева ссылку оставлю на каждый из продуктов в описании не забывайте что по промокоду там скидочка 5% будет ну или как бы если нет возможности если вы житель снг или стран бывшего советского союза то тогда я думаю просто вам это видео поможет если вы естественно начинающий колбасник это видео поможет разобраться какой шприц купить то есть если бы у меня не было большого шприца я лично купил бы горизонтальный потому что вот меня конечно напрягает мы работаем вдвоем меня остаток фарша напрягает ну вот наверное что еще могу сказать про эти шприцы да наверное все таки это все возможно я что-то упустил и возможно у вас в процессе просмотра этого видео появятся какие-то вопросы по конструктиву там по удобству работы пожалуйста в комментариях задавайте мне эти вопросы я этими шприцами прежде чем вернуть еще немножко поработаю изучу их так сказать вполне возможно что даже вот этот вот оставлю себе на маленькие объемы колбаса может и не оставлю не знаю друзья надеюсь что видео было вам полезно и поможет разобраться хотя бы с основными моделями с основными критериями поможет понять что вам надо в колбасном мире так сказать подписывайтесь на канал чтобы не пропустить наши новые видео ну если вам полезно было поставьте нам с Ларисой лайк ну и спасибо за внимание мы готовим для вас новые интересные материалы новые колбасы оставайтесь с нами всего доброго пока пока